А вы в курсе, что в Сочи прошел первый в Краснодарском крае бизнес-лагерь? Его организовали для начинающих и уже действующих предпринимателей. Лекции, семинары и мастер-классы от ведущих экспертов участники лагеря «Мой бизнес» смогли прослушать абсолютно бесплатно, благодаря господдержке. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей города и региона. Участниками лагеря в Сочи стали 100 человек. Как они сюда попали? Все желающие написали тест, за 15 минут ответили на 80 вопросов из разных категорий – математические, логические, лингвистические, задания на абстрактное мышление. За четверть часа организаторы попытались выявить профессиональные компетенции предпринимателей. Сотню лучших пригласили в бизнес-лагерь в Сочи. Лагерь «Мой бизнес» развернулся в горах Красной Поляны на высоте 1170 метров. В течение четырех дней участники слушали семинары и лекции, участвовали в мастер-классах от 20 приглашенных экспертов – лучших бизнес-тренеров, наставников и инвесторов. Например, вот этот мастер-класс посвящен ораторскому искусству. Евгения Буглакова утверждает, красноречие для успешного человека – это один из главных инструментов. Это главный инструмент. Когда Михаила Фридмана, одного из богатейших людей России, спросили, какой главный навык для вас в построении такого успешного бизнеса, он сказал речь. И второй был вопрос. Это в бизнес-журнале было интервью. А вы этому учились? Да, учился. А потом всю жизнь анализировал, как у меня это получается. Поэтому человек ведь не топором рубит и не лопатой, правда, договариваются, а словом. Вот такой и какие инструменты нужны. А там много очень интересного, много тонкостей. А потом еще такая вещь. Человек приходит на эту землю что-то сказать, состояться через речь, через общение, через продвижение своих идей. Ну как можно заниматься бизнесом, если ты не умеешь донести? У нас очень много людей, которые духовно очень развиты, очень много, грамотные, интеллектуальные, но не владеют речью. И вот где они остаются? Очень жаль. И еще, знаете, все эти техники, все эти знания – это очень просто. И мне говорят, боже мой, да мы же рядом ходили, как мы этого не видели? Ну вот, человеку нужно всему учиться. Это и мастер-классы, это и лекции. У меня по четыре программы каждый день. И сегодня, и завтра. И индивидуальная работа, и разбор речи для желающих. И еще мы за эти два дня, представьте, готовимся к конкурсу, который будет в пятницу, конкурс аразовского мастерства. И я вижу огромный отклик, я вижу, как людям нравится. Ну, что говорить, тут очень сознательные участники, потому что они понимают, что речь помогает людям состояться вообще в жизни. Успешная речь. Лагерь «Мой бизнес» в Сочи – это одна из обучающих программ проекта по популяризации предпринимательства от Минэкономразвития России, который запустили во всех регионах страны. В рамках проекта начинающие предприниматели могут бесплатно получить от государства поддержку. Начиная от маркетингового исследования ниши и создания бизнес-плана, заканчивая консультационной помощью и финансовым планированием. Это уникальный проект для Краснодарского края, и бизнес-лагерь проводится на территории нашего края впервые. Это абсолютно бесплатный проект, абсолютно любой мог приехать, подать заявку и принять бесплатное участие в этих образовательном курсе. Идея этого бизнес-лагеря в том, чтобы вытащить наших ребят, начинающих молодых предпринимателей из обычной комфортной среды проживания и поместить совершенно новую, где они в окружении действующих предпринимателей, бизнес-тренеров, бизнесменов, по-другому могут взглянуть и на идею своего бизнеса, и получить новые знания, новый опыт, да и, в принципе, пообщаться, подружиться примерно с такими же амбициозными, инициативными ребятами. Команда спикеров у нас подобрана в этом году совершенно уникальная. Это и предприниматели, которые уходят в топ-100 клуба «Парнягина», это и известные бизнес-коучи, тренеры, это и наставники, и инвесторы, и специалисты, которые просто профилируются на ораторском искусстве. Но это лучше в своих отраслях. И мы надеемся, что те ребята, которым удалось попасть в этот поток, которым удалось принять участие в этом формате, уедут с огромным и багажом знаний, и опытом, и новыми знакомыми. Это проходит в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Сейчас приоритет и для нашей региональной власти, и для инвесторов Краснодарского края. И поэтому, да, этот проект направлен на то, чтобы вовлекать в предпринимательство молодых начинающих людей и образовывать их в этом направлении. «Просто принимались заявки, это все бесплатно. Очень много делалось для того, чтобы проинформировать, показать, что есть бесплатная господдержка, есть очень много бесплатных материалов, чтобы инструментов брать, пользоваться и начинать свое дело». Участниками бизнес-лагеря в Сочи стали студенты различных вузов, те, кто в будущем мечтает открыть свое дело. «В ноябре к нам пришел фонд развития бизнеса, провел пару мастер-классов, на одном из которых я узнал, что этот же фонд проводит тестирование, онлайн-тестирование, по результатам которого я оказался здесь. Результаты показал хорошие, таким образом меня пригласили на это мероприятие». «Чем вам интересен этот бизнес-лагерь, почему вы сюда приехали, какой хотите получить опыт?» «Интересен своей средой, здесь студенты, бизнесмены, люди, которые только начинают, люди, которые уже давно в этом деле, делимся опытом, общаемся, находим новые знакомства, конечно. Ну, в общем, среда, среда, во-первых». «Ну, то есть вы хотите стать действительно предпринимателем, или это для вас больше какой-то опыт, дополнительное образование, обучение?» «Желание есть, желание попробовать себя в этом, пойдет, не пойдет, уже будет видно. Ну, конечно, и опыт в том числе». «А в какой области хотели бы себя попробовать, предпринимательская деятельность, может быть, какие-то уже есть идеи?» «Сфера, скорее всего, IT, потому что моя студенческая деятельность все-таки на это направлена, в первую очередь». «Мы выбирали лучших студентов через профтестирование, да, и эта поездка, она для них является как благодарственной за их заслуги, за их учебу». «Насколько полезен будет этот бизнес-лагерь тем, кто хочет открыть свое дело студентам, которые в будущем, может быть, будут бизнесменами?» «Дело в том, что вчера уже получили первообратную связь, был мастер-класс Максима Монахова, все студенты записывали, у них уже появились небольшие бизнес-идеи, которые они в процессе этого форума хотят реализовать». «Насколько важна проектная деятельность, да, важна для того, чтобы, может быть, и на этапе обучения в университете, это был какой-то тоже опыт, который будет полезен для того, чтобы, не знаю, учтить диплом, дальше, может быть, диссертацию и так далее?» «Дело в том, что проектная деятельность, она нужна для того, чтобы дальше развиваться, то есть начав что-то в университете, в институте, можно уже дальше этот проект развивать и выйти не привязанно к тому, что это окончание института и пошел дальше в трудовую деятельность, а ты уже находишься в своем проекте, который ты развиваешь». Скажите, сколько студентов вы привезли и из каких направлений, факультетов, чтобы понимать, кому интересна сегодня предпринимательская деятельность? Дело в том, что Кооперативный институт на бухгалтерских, скажем так, факультет бухгалтерский, экономический, поэтому специализация – это экономика. Это те, кто умеют считать, хорошо считают, и это для них прям форум. Ну, знаете, такое ощущение, что под них делали, потому что вся информация заходит, она им интересна, они в восторге. В лагере получили полезные знания и навыки и резиденты школы молодого предпринимателя. Обучение в школе – это бесплатная государственная поддержка для молодых бизнесменов. В 2019 году заявки в школу подали более 600 молодых людей с Краснодарского края. 350 из них прошли обучение. Среди учеников выбрали 15 финалистов, они получили наставника, вместе с которым два месяца работали над своим бизнес-проектом. Здесь присутствует 20 человек из школы молодого предпринимателя и 80 студентов из университета. Здесь очень много разных площадок, спикеров, которые делятся своим опытом, рассказывают и показывают на своем примере, с чего же начать, какие этапы, барьеры преодолеть, чтобы начать свой бизнес. И дают очень много интересной и практической информации. Кроме студентов, в лагерь приехали уже действующие предприниматели. Для них это образовательная площадка в Сочи. Это отличная возможность повысить свою квалификацию, пройти обучение и получить полезные для развития своего бизнеса знания и навыки. А еще это обмен опытом, новые знакомства и полезные для бизнеса контакты. Действующий предприниматель – задача масштабироваться, расти, развиваться. И на этом бизнес-лагере я уже почерпнул много новых знакомств, новой информации и очень крутые спикеры. То есть люди, которые абсолютно открыто делятся своими кейсами, делятся своими какими-то провалами и помогают начинающим предпринимателям выстроить уже свою стратегию для достижения своих целей. Это новый тренд. Я бы себя, наверное, не отнес уже к новым предпринимателям, так как уже больше 30 лет. Но обучаться и развиваться я начал буквально чуть больше года назад, и это действительно очень полезно. Раньше не было такой возможности, не было таких платформ. То, что сейчас делает непосредственно мой бизнес, Кристина Сильченко, ее школа молодого предпринимателя, выпускником которой я являюсь, это очень крутой фундамент для достижения и развития дальнейших целей. Сейчас у нас и региональные, и национальные проекты есть, которые направлены на поддержку предпринимательства. Чувствуете какую-то заботу власти, может быть, с точки зрения предпринимателей и бизнесменов? Буквально недавно я узнал об этом проекте после дела за малым форумом. То есть там мы познакомились непосредственно со всеми этими продуктами и кейсами. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что это работает. То есть мы с помощью ребят разработали себе сайт, они нам помогли провести маркетинговые исследования, разработали бизнес-модель, и мы сейчас это все внедряем уже на базе нашего существующего бизнеса, и это действительно ощущается. То есть мы не заплатили ни копейки за предоставленные услуги, все это делается за счет государства, поэтому да, это работает. Скажите, вы говорите, что участвуете в форумах, проходите какие-то мастер-классы. Развитие какой-то ваш бизнес в связи с этим уже получил? Чувствуете ли вы эффект? Однозначно. То есть благодаря полученным знаниям мы постоянно развиваемся. То есть мы выстроили четкую структуру, у нас есть различные отделы уже по поставкам материала, по контролю качества на строительной площадке. Мы пытаемся донести до наших строителей нашу философию. То есть основная наша миссия – вернуть престиж профессии строителей. Благодаря этой позиции, то есть каждый какой-то новый лайфхак, новый инсайт, после посещения подобного рода мероприятий мы пытаемся сразу внедрить. Это если в финансовом выражении быстрого такого скачка, ну его никогда не бывает, то в рамках обучения, знания и дальнейшей стратегии, конечно, это все помогает. Занимаюсь бизнесом относительно недавно, около года. У меня есть несколько направлений, есть определенные успехи в каждом из них. Поэтому приходится все время обучаться. Я подписан на новостную ленту Фонда поддержки предпринимательства в Краснодарском крае. И в одной из новостей я увидел о том, что будет проводиться бизнес-лагерь, бизнес-кэмп. Часто я участвую на их обучающих семинарах, мероприятиях различных. И на одном из них я проходил тестирование. По всей видимости, по результатам я оказался подходящим кандидатом. Я изъявил свое желание и вот я здесь. Здесь у нас проходят тренинги по различным тематикам. Сейчас у нас проходил тренинг по ораторскому искусству. Вчера мы общались с ведущими предпринимателями, которые делились своим опытом с новыми предпринимателями или те, кто только планирует ими стать. Они очень своими речами мотивируют людей на какие-то практические действия, дают полезные советы и всячески зажигают людей на конкретные действия. Вы сказали, что недавно начали заниматься предпринимательством. Почему решили вообще встать на этот, хоть и интересный, но очень непростой все-таки путь? Я считаю, что предпринимательство – это, наверное, единственный образ деятельности, который дает возможность показать себя, раскрыть себя в полной мере. То есть когда у тебя нет руководства, а есть только цель, которую ты ставишь себе сам, и ты можешь самостоятельно оценивать результаты, которые ты достиг. То есть все зависит только от тебя. При этом твое окружение тоже оказывает большую роль на то, чего ты достигаешь. И, соответственно, находясь в окружении интересных, способных, грамотных, разносторонне развитых людей, ты прокачиваешься сам, делишься опытом, делишься знаниями, навыками, ну и растешь как личностно, так и профессионально. Одни предприниматели в лагере учатся, а другие учат. Опытных и успешных предпринимателей пригласили в лагерь в качестве спикеров. Я живу в Таиланде. Последние 12 лет, собственно, занимаюсь там бизнесом. У меня туристический бизнес, агентство по недвижимости, и еще есть IT-направление. Ну, еще есть несколько других бизнесов, таких маленьких. Как вы здесь оказались, в этом лагере? Кто вас пригласил и для чего вообще вы? Случайно, случайно оказался. Меня позвал мой одноклубник. Мы являемся резидентами клуба 500 в Москве. И просто написал, говорит, ребят, здесь организовывается интересный проект. Была точка роста, вот в сентябре, говорит, давайте приедем, выступим, посмотрим, чем государство занимается, чем мы можем быть полезны. Собственно, там мы познакомились с организаторами Краснодарского края и рассказали про проект «Мой бизнес». Попросили приехать поделиться своим опытом предпринимательским с ребятами, которые только планируют заходить в предпринимательство, собственно, быть чем-то для них полезным. Ну, собственно, вот я прилетел из Пукета сюда, чтобы пообщаться с ребятами. Я поделюсь своим опытом, и есть материалы, которые ребята смогут с собой забрать, посмотреть, ну и просто этим смогут пользоваться. То есть у меня есть несколько тем, ну, какие-то такие практические задания, которые они смогут впоследствии для себя применить. А каким будет ваше главное сегодня послание аудитории? Делать просто надо делать, других посланий у меня, наверное, не будет. Все будет вокруг этого вращаться в любом случае. Будут, конечно, какие-то детали, но однозначно все будет зависеть от действий каждого. Как рассказывают в Краевом департаменте инвестиций, сегодня образовательные программы – это одна из востребованных мер поддержки бизнеса. Нынешний лагерь стал первым подобным проектом в Крае, но теперь точно будет проводиться регулярно, говорят организаторы. Следующий бизнес-лагерь планируют провести уже летом. Ну, это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну, а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова